Всем белка, с вами Катя Бельщик и сегодня у нас обзорчик от Бельщик. Долгожданный выпуск, в котором я сравню много фруктового льда. Ну как много? Сколько смогла найти? Напомню тем, кто не в курсе, вы меня очень-очень просили сделать не глядя на фруктовый лед. Но так как одинаковых вкусов фруктового льда не оказалось в магазинах, я решила делать обзорчик. Мы с вами быстренько собрали 10 тысяч лайков и вот сегодня то самое видео. Сегодня я протестирую самые интересные, на мой взгляд, виды фруктового льда. Ну точнее, я бы сказала не то, что самые интересные. В принципе, все, что я смогла найти в магазинах. Здесь я нашла 6 видов мороженого. Также седьмой вид, который мне очень понравился, это Бонбари Кошмарик. Но я уже делала на него обзор в прошлом ролике, вы можете его посмотреть, я оставлю ссылочку в описании. Там интересно, такой с жвачкой, монстрик, ну все, в общем, посмотрите. И сегодня у меня 6 видов мороженого. Если фруктовый лед, можно добавить мороженое. Так, начинаем. Экзо супер фрукт, точнее новый супер фрукт. Считайте, что обозреваем новинку. Пиноколада. Я любитель кокоса, думаю, мне очень понравится. Затем у нас Макс Океан от Энмарка. Тут какой-то лев. Честно, я вообще ни один фруктовый лед из этого вообще не пробовала и даже не представляю. Возможно, в детстве я пробовала что-то типа вот такого, Бонбари Взрывной Ураган. И оно мне, по-моему, даже очень нравилось. Но сейчас будем с вами тестировать, смотреть. Я, кстати, обожаю вот эту карамель Взрывную. И вот это что здесь? Узнаю, что внутри. С ягодным пюре. Джанглики. Джангли. Бонбари Джангли. Его как бананчик надо, видимо, открывать. Но я тоже это не умею и не пробовала. Сейчас вы увидите мою первую реакцию вообще. Я вам расскажу все по-честному. Все по-честному. 48 копеек. Кстати, 48 копеек победили у нас в эскимо. Посмотрим, что они нам предложат по фруктовому льду. Здесь написано у нас пломбир с клюквенным морсом. Ну, это, видимо, будет больше обычное мороженое. Но как бы в оболочке из фруктового льда. И еще одно экза. Тоже новый суперфрукт. Но, видимо, экза все называют новым. Это у нас манго-малина. Поглядим, поглядим. Ну, давайте начнем, собственно, в таком же порядке, как я вам рассказывала. Экза пиноколада. Сэр, вы хотите немного пиноколады? Боня, хватит такое выражение лица делать. Так, что посмотрим. Кстати, здесь внутри пломбир. А сверху тоже оболочка. Хотя это не точно пломбир. Сейчас посмотрим с вами. Вкусненько. Ну, прям ананас и кокос. Чисто пиноколада. Получается сверху ананас, а внутри кокосовое мороженое. Вау. Ну, это прям, конечно, не чисто пломбир. Но это очень вкусно в совокупности. Это прям крайне освежает. Мне нравится. Прям однозначно лайк и 5 орешков. Из 5, просто 5. Кто, кстати, не знает, да, наши баллы в обзорчике называются орешками. Вы сами предложили это название, а я поддержала. Ну, точнее, я предложила, вы поддержали. Какая разница, уже не важно. Так, съедем дальше. Вот этот лев, кстати, купила я его сегодня, прямо-таки перед обзором. Потому что до этого никак не могла его найти. Твистер. Я так и не понимаю, на самом деле, как оно называется. Макс, океан, какие-то кучи наименований. Витамин С. Супер. Если оно будет такое же красивое, как на картинке, это будет... Ну да, ожидание реальное, как всегда. Сверху оболочка такая голубо-белая, а внутри что-то у нас сиреневое. Пахнет баблгамом. А, тути-фрути, ну да, пахнет жвачкой баблгамом. Мне не нравится. Вот это вот белое что-то, это очень невкусное. Даже сложно описать, на что это похоже. Сейчас попробую. Я просто чувствую воду. Может, это со вкусом океана, потому что здесь вода. Отдаленно есть привкус баблгам, жвачки, да? Но в целом это вообще невкусно. То есть, например, в Экзе был очень наполненный вкус. Здесь просто какая-то водянистая масса. И вот это белое, это как будто бы... Даже не знаю, что... Мне не нравится эта консистенция. Это что-то типа жидкого маршмеллоу, но абсолютно безвкусное. Нет, однозначно не мое. Конечно, классное название. Лев красивый, но вообще невероятно. Три ореха из пяти. Ну что, перейдем к Бон Пари. Мне кажется, это, наверное, одно из самых распространенных мороженых. Ой, слушайте, ну это прямо в детстве у меня такое мороженое было. Я его ела. Это, наверное, единственное из всего, что здесь есть, что я уже пробовала. Давайте посмотрим. Ну что-то ягодное такое с цитрусом. Что-то прикольное. Сейчас давайте карамель попробуем. Ну она очень-очень-очень слабенькая. Но вкусная. Вообще непонятно, что за вкус на самом деле. Мне кажется, что это типа цитрус, а это что-то такое клубничное-вишневое. Интересно, напишите, если знаете. Ну неплохо, ну на четверочку. Прям карамель не взрывается. Мне нравится, чтобы прям был вау, такой взрыв, фейерверк. А это так, ну, забавно. Она внутри сама по себе очень вкусная. Такая тянучая. Ну прям карамель. Не сказать, что сильно карамельный вкус, больше все-таки цитрус. Но интересно. Нет, в целом прикольная идея. Мне нравится. Такое олдскульное мороженое. То есть я его ела очень-очень-очень много лет назад. Не подумайте, что я старая. Просто давно. Ну давайте сразу еще одну бонтари попробуем. Джунгли. Джангли. Я его как-то-то не называю. Сейчас я, видимо, должна буду как-то это открывать. Я не знаю, это руками делать, сувами вообще. Еще я должна угадать, что внутри, но по запаху я чуть-чуть чувствую, что это тути-фрути. Так. Внимание. Что надо делать? Что-то я, наверное... Так. Эстетика, конечно же. Я пыталась. Ну, чтобы вы увидели. Сверху какое-то желейное, что-то кислое. Это вообще не банан. Даже не синтетический банан. Мне непонятно, что это внутри. Ну, тут и фрути. Вообще мне не... Вот вообще абсолютно не мой вкус. То есть для меня фруктовый лед, это именно как бы как леденец надо есть. Здесь что-то жевательное. И холодный мармелад есть. Это немного странно. Как по мне. Внутри начинка неплоха, но она немного напоминает тот самый мороженый океан. Вот примерно такой же там тути-фрути внутри. Вот немного безвкусная. Но вот это я что-то... Как-то есть-то туплю. Ну, в общем, это мармелад. Простите меня, бонфори. Ну, кошмарики мне понравились гораздо больше. Здесь как-то нет ярко выраженного вкуса вообще. То есть даже не поймешь, что здесь... Не. Тройка. Наверное, даже двойка. Мне вообще не нравится все это так вот... Два ореха из пяти. Не мое. Причем, я помню, когда только вводили вот эту рекламу, я так хотела попробовать, но как-то у меня все не выдалось. Ну, видимо, не зря я его не попробовала. Я ждала чего-то большего. Не знаю чего, но чего-то большего. Я, конечно, понимаю, что логически этот банан не получится открыть, если это будет чисто фруктовый лед жесткий. Да, это должно быть что-то такое тянущееся, желейное. Но это невкусно, но это невкусно. Даже жвачка из кошмариков вкуснее, чем этот мороженый. Странно, странно. Кстати, фруктовый лед очень-очень быстро тает. Особенно вот этот экзо. Давайте сейчас с вами откроем, посмотрим. У нас заявлена манго-малина. Ну, видимо, опять это будет... О! То есть, значит, будет снаружи малина, а внутри, видимо, манго. Ой, уже вкусно. Ммм, вообще классная. Прям такой яркий вкус малины, сразу летом пахнет. И не важно, что на улице ливень, а манго. Ммм, как будто прям натуральные фрукты. Обычно вкус манго синтетический, он другой. Не похоже даже на сам манго, а это обалденно вкусно. Честно. Прям 5 баллов. Я даже не ожидала, что мне может так понравиться фруктовый лед. Класс. И финальное мороженое. Это 48 копеек пломбир с клюквенным морсом. Я думаю, это будет больше похоже на обычное мороженое или даже на щербет. Но сейчас с вами посмотрим. Оно, наверное, растаяло больше всех, потому что ждало долго своей очереди. Ой, она... Цвет, между прочим, так же, как экзо. Ммм, прям клюква. Вот как будто бы пюре клюквенное вокруг. Пломбир. То есть, это прям натурально. Вот все, что до этого было, это все-таки больше химический вкус. Но именно вот последний мне понравился манго-малина. А здесь прям вот клюква настоящая. Здесь такое же внутри мороженое, как в эскимо, который мы сравнивали в негляде. Но все это в оболочке из клюквы. Я очень люблю клюкву. И мне это нравится. Однозначно лайк. Пять орехов. Как мне теперь набирать, чтобы мороженое было самым вкусным? Непонятно. Ну что, настало время подвести небольшие итоги. Мне сейчас предстоит сложный выбор. Какое же мороженое оказалось вкуснее? Так как у нас в кои-то веке пять орехов получило сразу три продукта. Наверное, я выберу... Ну, мне пин-колода понравилась. Ну вот экза абсолютно мой фаворит. Я понимаю, что, возможно, она не самая натуральная. Да, я посмотрела состав, я все прекрасно понимаю. Но... Ну, 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 ну... Ну, вот какой-то из них. Наверное, повторно я бы купила манго-малину. Мне очень понравился насыщенный вкус манго. Сверху такая малина, такая по-летнему. Очень здорово. Отдаю ему свое предпочтение или что? Лучшим мороженым на сегодня стала экза манго-малина. А худшим, к сожалению, то самое банановое непонятно что бон-пари. Очень я расстроилась, я чего-то ожидала прям такого невероятного. Мне не понравилось. Ну, к сожалению, худшим стало оно. Напишите свое мнение в комментариях. Вас же так много любителей фруктового льда. Какое у вас самое любимое мороженое? Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. А чтобы подписаться на канал, нажимайте вот этот кружочек. А посмотреть предыдущие выпуски можно здесь и здесь. До новых встреч и всем белка!